Здравствуйте, это программа «Мнение» в студии Горёзеров, и я приветствую историка-краеведа, автора научных статей, посвящённых событиям революции гражданской войны на территории современной Бурятии Павла Кургузова. Паш, добрый день. Добрый день. Восстановили цикл наших программ, но сейчас будем не о революции, а о гражданской войне, хотя это всё тоже очень перекликается с нашей нынешней темой. Говорить будем о событиях, которые предшествовали созданию в 23-м году, в мае 23-го года, 1900, я имею в виду, Бурятской автономной Советско-Социалистической республики, тогда Бурят-Монгольской. Первую программу посвятили, так довольно в историю глубоко ушли, поговорили о XIX веке, о степных думах, как органах местного соуправления Бурят в то время, и о появлении, о причинах появления, и о появлении вот такой бурятской интеллигенции, образованных людей, которые учились и за границей, и в Санкт-Петербурге, вот главным образом, и которые стали предлагать свои варианты автономии для Бурят в рамках российского государства, как ни странно, очень много там разных вариантов предлагалось. Но вот сегодня мы эту тему продолжим, это будет ещё не одна передача, точно, потому что тема очень большая. Да, и обязательно будем касаться революции гражданской войны, потому что, на самом деле, всё, о чём мы говорим, и весь этот период, он касался вот именно тех, ну, в общем-то, национально-государственное строительство Бурятии, оно выросло, скажем так, как раньше говорили, в горниле, да, помнишь, такое слово было? Из, так сказать, горнила вот этих революций. Это 1905 год, 1917 февраль, 1917 октябрь, разгон учредительного собрания, мы знаем, что такое октябрь, да? Собственно, раньше это никогда не акцентировалось. Мы только про матросов-железняка вспоминали, что каких-то боев там разогнал и всё. Да, на самом деле, действительно, ну, вот для многих тех политических сил, которые тогда участвовали во всех этих процессах, октябрьская революция или переворот, как он правильно называется, он был связан как раз с разгоном учредительного собрания, и когда, вот, так сказать, такой боевой пролетариат, как они себя называли, боевой авангард пролетариата, да, такое меньшинство, кучка в лице РСДРП, разогнали, и после этого, собственно, и полным ходом... Гражданская война началась, конечно, раньше, она ещё раньше началась, но вот этот, но основной вот этот очаг, особенно, который касался и нас, ну, нашей территории республики, конечно, тогда был. Вот, ну, в рамках вот наших с тобой встреч я вот действительно и, действительно, когда я посмотрел, углубился в эту тему, действительно, это получится, наверное, действительно цикл передач, ещё одну передачу мы, наверное, с тобой посвятим биографии лидеров, вот, национально-государственного строительства, обязательно надо поговорить о них, кто они, что они. Ну, будем их упоминать, но более подробно, да, разогнать. Да, обязательно на это какую-то мы с тобой передачу выберем, а что касается вот сегодня, следующей передачи я сразу хочу анонсировать, она будет касаться непосредственно уже событиям национально-государственного строительства и роли национальных лидеров нашей Бурятии после 1918 года, то есть период уже активной гражданской войны, уже после там всех событий, после того, как создали там Бурнацком и прочие дела. Ну, а сегодня я предлагаю всё-таки ещё раз что-то резюмировать, дополнить какими-то фактами, то, что мы с тобой не договорили на прошлой передаче, это касается, конечно, и съездов, и ещё кое-каких моментов. И я вот упустил на прошлой передаче, я думаю, это будет очень важно, мы говорили с тобой о самой административной системе, ну да, ну вот ещё немножко конкретизируем. Вообще, в целом, хочу сказать, что национально-демократическое движение вот этих, ну вообще монгольских народов, а на тот момент монгольские народы численность была, ну вот по крайней мере указывали 4 миллиона человек, и она сыграла огромную, конечно, роль вот именно в первой четверти XX века, и существенно изменила политическую карту мира, существенно. И, конечно, одним из самых главных факторов это явилось, конечно, обретение реальной независимости Монголии, самой халхи Монголии, да, это и сама революция, и предшествующие ей события. И, кстати, вот мы сейчас очень много тоже говорим, и все говорят о факторе Унгерна, о том, что он фактически сыграл решающую роль. В том, что появилась Монголия. Появилась Монголия. Ну, на самом деле, наверное, исторические события, сама канва, наверное, ввели к тому, что даже без Унгерна, наверное, это произошло бы, потому что вся логика исторического процесса, она ввела к тому, что должен был установиться вот этот долгожданный баланс между двумя великими державами, между Китаем и Россией, между китайской бывшей империей, да, которая рухнула там в 11-м, в 9-х годах, там начались эти процессы с униэсэн и прочее, и наше, да, разрушение империи в феврале 17-го года. И вот этот баланс, он был, конечно, ну, он был страшный, страшно был, покорежены были отношения сами, непонятно было, что творилось и так далее. Ну, конечно, фактор Унгерна сыграл свою роль, и та национальная прослойка, национальная, у нас вообще в литературе, так сказать, до этого момента очень слабо это в историографии обсуждалось о том, какую роль национальные лидеры нашей Бурятии сыграли роль во всех этих процессах. Но мы это давно с тобой обсуждали, я это просто как некая преамбула для того, чтобы, ну, люди понимали, что, значит, вот этот, действительно, вот этот потенциал, который потом в итоге вылился в развитие, вот в развитие и вот такую содержательную повестку, да, национального государственного строительства, вот этот интеллектуальный потенциал, он, несомненно, но действительно играл, теперь уже, можно сказать, общий какой-то мировой даже, да, вот такой, не только общероссийский контекст, но общий мировой. И, ну, об этом не надо, как говорится, это не какое-то предвосхищение или какая-то, ну, это на самом деле, вот исторический факт. И, конечно, все мы понимаем, что особое влияние на ход развития, да, играет всегда сильная, волевая, талантливая личность. И именно из этой среды, вот, ну, как я и говорил уже, вот именно из этого, вот эти события, вот этот какой-то образовательный потенциал породил вот таких личностей, как тот же Ренщино, Цибенжем Царану, Михаил Богданов, Базар Бородин, Даши Сэмпилон, Агван Доржиев, ну, и еще очень многие другие люди. И я еще раз напоминаю, что первым направлением, конечно, национально-демократического движения, ну, резюмирую уже, о чем мы говорили, это были, конечно, аграрные припризования, это, ну, та колонизация, о которой мы сказали, еще раз кратко, вот, ну, если мы так кратко говорим, просто расшифрую, ну, действительно, вот представим, аграрная Россия огромная, да, перенаселенная, постоянно вспыхивает восстание, что... Перенаселенная там западная часть. Там, центральная, да, центральная часть, там постоянно вспыхивает восстание, там еще сохранились остатки этого дворянского землевладения, вот, и выкупные платежи, которые там чуть ли не до 30-х годов должны были идти, вот, и что делает царское правительство, естественно, создает особый колонизационный фонд. Колонизационный фонд, он создается за счет народов, которые здесь, ну, населяли. В том числе, ну, вот, прошли реформы эти, которые, так сказать, начались, ну, в общем, началось, собственно, грабеж. Грабеж в пользу вот этих, так сказать, этих мероприятий. Ну, человек приезжает, ему земля нужна, ну, где взять? А в ряд, допустим, там, ну, они скотоводы, действительно, большие площади, ну, надо там взять тогда. Вот, и вот этот аграрный кризис, обезземеливание крестьян, он, вот, вызвал вот эти проекты. Ну, и второй, конечно, второй еще фактор, это, ну, собственно, это тоже действительно объективно царская администрация и вообще, собственно, крупный капитал буржуазный к тому времени, Сибирь же была, что она, аграрная же, сырьевая всегда. А вот здесь, пожалуйста, огромный рынок, сюда переселяются крестьяне, во-первых, они создают какие-то, здесь сюда никто ничего не отправлял, не строили ни ПВЗ, никаких там этих первых... Вокруг железной дороги что-то строилось, и частный капитал маленький, пищевые производства. Братских алюминиевых заводов, там, ГРЭСов, я не знаю, гусенозерских, не было там никаких заводов, там, и так далее. Ну, вот, это такая была политика, вот, занимайтесь аграрными, аграрными какими-то своими делами, да, хлеб добывайте нам, масло отправляйте, значит, руду, золото, ну, там, я не знаю, шкурки, там, и так далее. А в это время мы будем вам отправлять товар с высокой наценкой, да, ну, там, сукновая ткань, там, я не знаю, вплоть до всего там, да, начиная от лопат, кончая там вот этими сейлками, веялками, одеждой, обувкой и так далее. Ну, то есть, вот, происходил некий такой, не то, что грабеж, но это капитализм, собственно, вот. Поэтому и вот были созданы, были такие изданы законы, в 1900 году был издан такой закон, против которого выступила, конечно, вот и национальная интеллигенция, и буряты, вот, в целом массе. Закон назывался «Главное основание поземельного устройства крестьян и инородцев Забайкальской области», по которым вот эти колонизационные сети мероприятия аграрные шли. В 1901 году вышел закон об устройстве общественного управления и судов кочевых народов Забайкальской области, и вот благодаря вот этим законам, собственно, ну, вообще эти процессы начались, оказывается, даже ещё раньше, даже ещё раньше, вот в Иркутской губернии, они начались в 1886-1996 году, в Иркутской губернии вот именно произошёл слом вот этой системы родовых дум, именно там они пионерами были, у нас позже немножко, у нас уже в 900... Степные думы, да, да, Степные думы, извиняюсь, не родовые, Степные думы, ну, собственно, как и родовые, они фактически про образ родовых, и фактически вот этот указ правила Спиранского 1822 года, они были фактически стали разрушаться. Вот цель была их, это унификация управления, ограничение самостоятельности местного наёмства и, как следствие, ликвидации внутреннего самоуправления у бурята и изъятия большей части земли. Вот, и вот в Иркутской области к 90-м годам XIX века были ликвидированы все Степные думы, а тогда было семь дум на тот момент, и образовали 23 народные управы, это Абаганадская, Аларская, Ашихабадская, Боиндаевская, Бельчирская, Боханская, ну, вот в нашей степи тут, Верхневудинская, Еланцинская, Зунгар-Боховская, Кайморская, тут даже вот не выгляжешь, Кудинская, Куйтунская, Кутульская, вот, и так далее. Они что из себя представляют? Это 23, это были, значит, некие такие, то есть это вот было семь, да, Степных дум, да, а появились некие такие волости, взяли, разбили, вместо, допустим, были созданы такие волостные правления, это некие волости такие, по образцу, как в России, собственно. То есть, если в Степных думах это было самоуправление национальных народов самих, а здесь уже это, грубо говоря, там российские чиновники были. Да, российские чиновники, во главе стоял крестьянский начальник, вместо, вот, там вот в думах-то были Тайша и эти были, и Шуленги, вот, а получается сейчас уже был вместо них волостной старшина и староста, и во главе крестьянский и народческий начальник, плюс к этому и, естественно, представитель жандармерии. Вот поэтому, когда одни из первых, ну, вот этих требований съезда бурятских убрать даже полицию, назначить местную милицию, убрать этих крестьянских начальников и так далее. И вот, значит, реформы эти закончились практически вот, ну, в Забайкале тоже в 1903 году, но некоторые ещё остатки шли вот этих реформ, продолжались в Иркутской губернии до 16-го года вплоть, до 16-го года. И в Забайкальской иркутской области появились новые волости. Это вот Агинская, Аларская, Балаганская, Баргузинская, Верхнеленская, Идинская, Кударинская, Ольхонская, Селингинская, Тункинская, Урульгинская и Хоринская. Вот такая. Вообще, это был период такой интересный, то есть, постоянно вот это что-то то вот так сделали, то это. Потом в дальнейшем вообще три сделали, там, три области. Ну, вот, допустим, в Иркутской области там, по-моему, было некие три такие области. Это Верхоленская, Бурятская вот чисто, да, это Тункинская и Херид-Балагатская, вот, три. Ну, то есть, в 17-м так, там, буквально через полгода и так, ну, то есть, вот это административные вот эти все решения, очень тяжело, конечно, вот исследовать с этим делом сталкивались, но, тем не менее, надо это проговорить. И вот властные реформы, как я говорил, в Иркутской губернии до 16-го года, и накануне февраля территория Бурятии, тоже это надо узнать нам, она... Накануне февраля 17-го года. ...17-го года входила в состав Забайкальской области уже из четырёх уездов. Это Верхнеудинский, Баргузинский, Селингинский, Троицкосавский. Ну, это мы много раз говорили, но, тем не менее. И, значит, в октябре очень важный такой тоже был документ, который... В октябре 17-го. ...го года был выдвинут проект статута о временных органах управления. Это наши бурятские национальные лидеры разработали, Богданов, Ренчино. И именно вот в этот момент, это был общебурятский съезд в октябре 17-го в Верхнеудинске, именно вот этот статут, он является отправной точкой именно к созданию национальной государства, потому что именно там впервые стало формулироваться... Ну, во-первых, была идея национальной автономии, конечно, выдвинута сразу, а кроме этого ещё и в САВС, но так как это было ещё как бы никем не одобрено и, так сказать, со стороны власти, но внутренняя структура, вот ты же помнишь, да, мы с тобой говорили, внутренняя структура, которая должна была отделяться от русских районов, там, территориально, хозяйственно, административно, и они должны были в бурятской населении объединяться в Хошуны, Аймаки, САМОНы, вернее, вначале САМОН, потом Хошун и потом Аймак. А САМОН в себя обеднял УЛУСы, да, то есть, ну, первоначально это УЛУС, потом САМОН, потом это... То есть, предполагалось, что у бурят своя административная структура, да, а у русских своя? Да, мы сейчас говорим по факту, как всё происходило, правильно это было, неправильно, вот на тот момент вот такая структура была выработана, и, так сказать, вот именно за это предлагалось бороться на съездах и так далее, и, значит, что самое интересное, они тоже находились в пределах вот этих бывших степных дум, ну, то есть, вот эти Аймаки, так называемые, да, вот, и были образованы четыре Аймака у нас вот в 17-м году, это Агинский, Баргузинский, Хоринский и Селенгинский, при этом Баргузинский уезд сохранялся, и в нём же ещё и Баргузинский Аймак, да, был? А, допустим, Селенгинский уезд, вот почему он в 17-м году был упразднён ведь, Селенгинский, то есть, был создан Аймак, а те, которые там, ну, чисто русские сёла, они отошли или к Тролицкасовску, или к Верхнеудинску, то есть, вот такое решение было принято, и вообще, надо сказать, это всё явочным порядком происходило, так как вот эта вся эта машина-то, собственно, обрушилась государственно, уже ничего не было, но, тем не менее, тем не менее, вот эти инициативы встретили сопротивление у временного правительства, конечно, и состоявшийся вот съезд был за Байкальский комитет общественной безопасности в Иркутске, он, по-моему, в июле, он тоже резко отрицательную вообще дал оценку и всем этим действием, потому что, на самом деле, эта идея была и царского правительства и так далее, что, ну, национальной автономии быть, но в роли, в рамках культурно-национальной автономии, то есть, никаких границ, никаких административных там этих, пожалуйста, создавайте свои национально-культурные там вещи и так далее, да, вот, это первое, и второе, значит, ну, и основные вопросы мы решим все после учредительного собрания, вообще вся страна жила вот этим созывом, да, там пришел железняк, 17-й год жила, жила, да, в январе 18-го, пришел железняк, да, караул устал, да, Павел Кругузов, программ мнения, Паш, прежде чем ты продолжишь, такая, вот ты интересно разложил ситуацию по поводу Монголии, да, что вот буфер между двумя большими государствами был необходим, но получается, что здесь Россия выиграла дважды, да, во-первых, буфер был создан за счет части китайской территории, и, во-вторых, на этой территории появился строй дружественной России. Ну, да, вполне, ну, естественно. Хотя по логике, наверное, может быть, это была бы полноценная вот Бурят-Монголия, да, вот здесь вот Бурятия, вот здесь Монголия, но события завернулись так, что вот за счет Китая все это произошло. Да, действительно, но с другой-то стороны, ну, как за счет Китая-то? Ну, в свое время, да, это же было монгольское государство в конце 17-го века, которое вошло там, да, добровольно-недобровольно, скажем так, полудобровольно. И все это время, конечно, они, монголы, они всегда мечтали о независимости, тем более, что Китай-то в то время, он не как сейчас там, да, Китай, это мягкая сила там и так далее, вкладывает деньги в отстающие провинции. Такое довольно монолитное. Да, наоборот, он уже всех загнал там в долги, всех там, включая там, я не знаю, на 20 лет вперед, все население Монголии было должно там, я же тогда помнишь, мы читали, по 20 баранов там, по 10 коров там, там еще чуть-чуть. Так и не только Монголии, но и вот на территории России тоже многие были в долгах, да, у китайских предпринимателей. Диаспора-то, ну, это другое дело уже, но там-то на уровне государства, плюс к этому начались уже процессы, так сказать, окитаивания в таком плане, что, ну, монгольский язык нельзя учить там и так, ну, тут такого плана. И, конечно, Монголия тут, Монголия был свой фактор, Монголия был свой фактор. Ну, да, интересная твоя ремарка, стоит тоже задуматься над этим, но это уже на совести слушателей, пусть подумают. Я просто продолжу, хочу сказать, что и лидерами национально-демократической, кто стал лидерами, это, как правило, вот эти образованные учителя, ну, из учительской среды, да, это родовая знать наёны, и это, конечно, буддийское духовенство, вот они, я знаю, из первых. При этом, если учителя были в основном где-то там, ну, с Иркутской области, там, ну, где-то оттуда, то вот родовая знать и так далее, это в основном Хоринский район, Хоринский, Селенгинский, вот это оттуда, ну, частично там, может, с Баргузина, но в основном Хоринские, вот эти знаменитые рода, вот, и, значит, и Агинское, конечно, ведомство, ага, сыграло большую роль, вот это надо уточнить, Агинский, там очень крепкое такое ядро было, и тоже грамотные люди, вот, и вот в феврале 1917 года Элбек Доржеренчино, сколько ему, по-моему, 26-27 лет, там он в тот момент был, молодой начинающий, лидер, да, общественный, пишет статью в газете «Великая революция и народческая проблема в России», где он горячо, с горячими словами, как бы встречает февраль, говорит о том, что, ну, мы, в общем-то, готовы, значит, пойти на сотрудничество и так далее, ну, при условии, что вот эти, попадут окову самодержавия и т.д. и т.п. вот, и в это время надо отметить, что сам Элбек Доржеренчино и Богданов, они в 1917 году, они жили в Чите. Да, мы там говорили. Да, в Чите, где в конце 16-го работали в Забайкальском союзе кооперативов они, они кооператоры, именно в этот же момент, потому что кооперативщики – это все эсеры, и вот в апреле, в марте-апреле они вступают в эсеровскую партию, при этом симпатизируют крайней части левым эсерам, максималистам, а возглавляла ее Мария Спиридонова знаменитая, да, вот это вот, она была в ссылке, как раз в Чите, ну, вот они с ней, в общем-то. Вот, и к этому времени бурятская интеллигенция вообще выделяла среди других регионов России свои численности и образованности, это действительно так. Это была группа молодых людей, действительно, с широким кругозором, государственным мышлением, очень энергичные творческие люди, ну, по мнению многих исследователей. Хотя чаще, когда вот мы советскую историю слышим, да, и вот применительно к Бурятии, там поголовно неграмотное, больное население, там, и так далее, и все остальное, советская власть принесла очень много халу. Нет, нет, это правильно, на самом деле, действительно был, нет, ну, тут, конечно... Одно другому не мешает? Не то, что одно другому не мешает, это смотря, как посмотреть, ну, конечно, пропаганда-то такая была, но, с другой стороны, действительно, грамотность-то, она не превышала, там, 7-9 процентов, а именно вот эта когорта, плеяда, вот этих, ну, это они как лучшие, как сливки общества. Ну, вот именно в Бурятии, даже в Якутии, нигде вот, ну, такого не было, действительно, среди народов, вот малых народов, что, ну, не в обиду там, потому что на самом деле были и там, наверное, лидеры такого масштаба, но это те люди, которые смогли повернуть даже вот это жернова монгольской революции так, что и вообще завернула вся эта вот эта, как сейчас говорят, движуха, да, страшная, конечно, с одной стороны, а с другой стороны очень интересная. И, конечно, это были европейские образованные люди, вот вспомню, это тот же Богданов, да, о ком мы говорили, это Цибиков, это Жамцарано, это Бородин, это общественные деятели, вот Бато Далай Ачиров, да, о котором мы говорили с лошади, который упал потом. В 13-м году, да. Да, это Элбек Доржеренчино, это такие просветители были действительно, как Хангалов, Хангалов, вот знаменитый, да, видел же, вот, наверное, трёхтомник его, ну, вот музей у нас имени Хангалова, вот, это Амагаев, это врачи Емпилов, Трубачеев, Цибектаров, Жабе, это литераторы, представители творческой интеллигенции, Абашеев, Салтыков, Балдаев, Сергей Петрович, Дончинов, Пётр, ну, это будущий Салбано-Туэ, Туя, да, Туя, который расстрелян потом был, ну, репрессирован. И вот, вообще, февраль многие национальные лидеры бурятские, они встретили в разных городах, ну, вот, допустим, Жамцарано находился в Монголии, а в Монголии он был на должности российского консульства, ну, или посольства, да, ну, консульства, будем говорить, потому что посольство в Китае находилось, а там консульство в Монголии, он находился на должности советника консула, генерального консула, и одновременно он являлся одним из главных советников по образовательной политике в администрации Богдогогена, самого, собственно, монарха монгольского. Вот, Цибиков, он во Владивостоке профессор университета, да, который у нас тут, остатки тут где-то есть на Ленинде, вот, Барайдин или Барадин, да? Барадин, Барадин, да, Барадин. Ну, вот, в старых я смотрю, там иногда Барайдин, он в Петрограде тогда, в Петербурге уже не был, в Петрограде, он там работал лектором Санкт-Петербургского университета, ну, или Петроградского университета. Вот, и все они присидели, ну, на хороших должностях, хорошие оклады, все получали. Но в этот момент Родина позвала, как говорится, и вот, ну, что значит интеллигенция, действительно, которая, ну, они, презрев все эти должности, деньги, все приехали сюда или в Читу, или в Бурятию, и стали активно участвовать, ну, вот в этой работе по реализации, ну, вот, общенационального возрождения, ну, своей малой Родины, да. И вот, значит, ну, мы уже говорили, что, по-моему, с тобой, ну, еще раз повторюсь, 6 марта 1917 года состоялась первая частность, вообще этих совещаний было много, по-моему, три совещания, но они сыграли большую роль. Вот 6 марта первое частное совещание в Чите, то есть там снова опять два закоперщика, Элбек, Доджи, Ренчино, Богданов и еще там ряд товарищей. И вот они создают Временный оргкомитет по Сузову общебурятского съезда. Туда входит состав Бадмаев, Базаров, Богданов, Намданов, Ренчино и Сампилов, вот такие люди. И они решают о том, что надо еще инкорпорировать свои ряды других людей, и уже на других совещаниях к ним еще там присоединяются, но я позже скажу. В Иркутской губернии национальное движение Бурят возглавили, вот надо тоже эти фамилии произнести. Ну, кстати, фамилии-то все известные. Егоров, Бугунов, достаточно известные, да? Ну, конечно. Дурисханов, Каняев, Салтыков, Тунуханов. Второе совещание проходит, но и я вот хочу сказать, они в тесной связи находятся с Читинским, ну, вот этим оргкомитетом. Второе совещание состоялось 10 марта 1917, ну, то есть буквально там через несколько дней. Туда включают еще кого? Агванда Ржиева, Цебяна Жамцарано, Базара Борадина, Гамбажапа Цибикова и Николая Приловского был такой тоже. Да, да. Вот. Основная задача это... Ну, и основная задача какая? Это национальная автономия для Бурят с учреждением Сейма, ну, как мы уже говорили на прошлой передаче, Сейма, ну, то есть... Почему такое название взяли? Ну, вот Сейм, да, так было популярно, видимо, тогда. Отсылка к Европе, да, какая-то? Ну, фактически Хурал, Сейма, значит, да, видимо, эта идея-то, наверное, Богдановская, скорее всего, да, да, с законодательными функциями по вопросам гражданского взаимоотношения земельных, народного образования, здравоохранения и религии. И в автономию должны были включиться и иркутские, и агинские Буряты, ну, все, в общем. Потом совещание проходит 12, то есть 10 марта второе совещание, через два дня уже третье совещание. Ты представляешь, какая работоспособность, какая энергия? Там уже 60 участников. И в резолюцию включает ещё тех, кого надо включить, это Бурят казаков, потому что... Они до этого не были, да? Да. И тунгусов, ну, или и венков, да, которые владеют бурятмонгольским языком, которые близки к культуре бурятмонголов. И, пожалуйста, ну, если вы согласитесь, на принципы добровольности должны тоже включаться. Вот. Были также приглашены бывший Хамболама Иралтуев и бандидо Хамболама, ну, который на тот момент был, да? Он... Ещё, по-моему, уже Итагилов был, по-моему, в то время. Вот 17-й год, я вот... Он, по-моему, ближе к концу ушёл, да, что-то такое. Ну, или нет. Ну, в общем, да, потом мы уточним. И вообще, надо сказать, сама вот эта религиозная подоплёка тоже интересная была. Я вот тоже с интересом прочитал. Ну, вот я уже говорил, да, что, допустим, тот же Джамцарану, он же был такой ярый проповедник буддизма. Он всё время критиковал иркутских бурят за шаманизм, говорил о том, что да вы чего, столько там это... На этих камланиях там столько водки льётся, вы там это спиваетесь. А в ответ ему всегда возражал Богданов Михаил. Кстати, настоящая... Ну, фамилия отца-то Мархаев у него. Мархаев. Ну, у Богданова. А он, по-моему, фамилию жены что-то такое взял. Да, вот я вот... Ну, потом мы передачу посвятим, поговорим. И он же, он вот при всей его образованности, при всей этой, он был верен от шаманизму. Он всегда защищал этот шаманизм, всегда от иркутских бурят. Он был крещён, ну, формальным образом. На самом деле был шаманист. И даже был случай такой, там один описывает его товарищ, когда он в своё время жил в Санкт-Петербурге, учился там, ну, в университете, или где он там, ну, учился там. Он жил на Васильевском острове, третья линия, там дом есть. И как раз это были годы 904-й, 905-й год. Как раз шла вот эта русско-японская война, всё время его принимали за японца и всё время кричали «бей японца, бей японца». А с ним ходил его друг, который всё время его защищал. И вот там этот друг пишет, он жил в этой, говорю, это женщины, в чухонке, ну, видимо, это какая-то латышка, ну, кто это, я не знаю, финка или кто она была. В общем, она тоже так подозрительно на него смотрела, типа, японец не японец. А потом привыкла, поняла, что этот он тихий, спокойный, из дома-то он особо не уходил, всё время занимался. Но у него была его ритуальная маска берестяная, вот эта шаманская. И вот как-то он приходит, а маски нет. А она, короче, напуганная вот этими всеми делами, взяла и сожгла эту маску, выбросила в печку, сказав, что, типа, ну, у меня не было тут это... Растопки. Чем бы разное. Хотя, на самом деле, ну, это просто скажет, ну, что это за какой-то это шаманизм? Ну, они посмеялись, конечно, ну, он там тоже был огорчён, но потом это со смехом восприняли. И, ну, вот я тоже с интересом вот это прочитал, действительно. То есть, я говорю это почему? Потому что вот, чтобы слушатели поняли, на каком ментальном уровне и разногласия шли, с одной стороны, а с другой стороны тот же самый Богданов и так далее, он всегда говорил о том, что давайте привлекать всех, давайте всех, того же самого Пирожкова. Он у Пирожков, кстати, помогал ему, когда он в Казани учился. И, значит, ну, ещё кратко про... Вот мы с тобой говорили о том, что в Петрограде был организован вот этот бурятско-калмыцкий комитет. Председатель Хан Хасаев, значит, он был уполномоченный по сбору пожертвований на нужды войны и заведующим бурятским лазаретом, т.е. раненые бурятские какие-то, ну, казаки там и так далее, они в Санкт-Петербурге лечились. И он был заведующим вот этим делом. Был человек консервативных взглядов, вот этих стародумцев. И его заместитель был Калмы Качиров, секретарь, которым я этого туда входил, секретарь-лектор Петербургского университета Барадин, потом, значит, в состав входили Цанит Хамбо Лхарамба Агван Даржиев, Лхарамба Баваев, Шеретту и Буддистского храма в Петрограде Санжиев, уполномоченный бурятской, уполномоченный бурят орангойской волосе Циринжапов, управляющий буддистским храмом Намсараев, помощник делопроизводства главного управления по делам местного хозяйства Министерства внутренних дел российской, ну, то ещё не империи уже, Чонов, и Курсиско-Хангалова, как ни странно, ну, т.е. я не знаю, может быть, дочка, ну, потом, значит, и народе Забайкальской области Жамбалун, и студент сельских курсов ещё один Чонов, ну, т.е. вот такая группа была, ну, мы уже говорили о том, что она в своё время потом потерпела поражение, да, на съезде, потому что самое главное, они, собственно, одни и те же требования, но забайкальцы, забайкальская группа более конкретизировали запрос по поводу бурятской автономии. Детально всё разработали, да? Ну, собственно, вообще, т.е. саму идею бурятской, те особо и не требовали бурятской автономии, давайте вот то, давайте учредительно... Давайте вернёмся к Степным Думам. Степным Думам, ну, там, Степным Думам, во-первых, вот эти все законы там уберём, всё, что это было наворочено, вот, и учредительное собрание будем ждать, а там посмотрим, типа, ну, т.е. такая, как бы, такая половинчатая мягкая политика с точки зрения, опять же, вот наших местных забайкальских, да, вот. И надо ещё отметить, очень активная группа была в бурят, бурят была в Монголии, которые, скажем так, заочным образом тоже влияли, посылали телеграммы, это вот Цибектаров, доктор, которого потом эти приспешники погибло, барона Унгерна, значит, убили, это Бутуханов, будущий Бутухан, министр, да, этого просвещения, он, думаю, был потом в дальнейшем, это Данчинов, это Бардамов, это Абашиев, Вампелов и Турбачаева была такая, тоже все фамилии известные, да, вот. И, значит, 24 мая 1917 года происходит заседание Бурнацком, ведёт Ренчино, присутствовали Богданов, Жемцаранов, Базаров, Бонзаракшин, Самбуев, значит, Шойванов, Цибигдаржиев и Ренчиной, и они принимают решение, ну, окончательно о упразднении, о непризнании Петроградского комитета, и потом ещё на съезде Гусенозёрского, вот этого тамчинского Датсана окончательно было о том, что всё, он переходит в ведение суда, ну, к нам и так далее. На этом история заканчивается. Хотя, на самом деле, конечно, во всей историографии всё это негативно так. Я думаю, все эти Ханхасаевы и прочие, все эти люди, они тоже на самом деле были люди, которые, ну, тоже патриоты, тоже любили Родину. Ну, просто сейчас какой-то, ну, победители, знаешь, они, победители не суют, победители судят побеждённых. На самом деле, я думаю, что и те, и другие-то просто по-разному смотрели на судьбу Бурятии. И вот в марте 1917 года состоялся ещё один интереснейший, это съезд представителей 11 хоринских родов в Анинске, тогда же не было Хоринска, было село Анинское. 119 делегатов, какие там, это восстановление национальной автономии, это упразднение булочных и властных учреждений, вместо них СОМОНные и ХОШУНные комитеты. Во главе этого процесса поставили, создали они так называемый Аймачный комитет, Аймагун, Чугул, Ганн, пять человек туда входило, значит, с правами уездного комитета. Ну, там основные требования, естественно, образование национального суда, отставивание неисконных прав бурятского населения на их родовых землях, ну и так далее, то есть, основное. И, значит, а, национализация школы, восстановление статуса бурят-монгольского языка, как прогрессирующего, но вот в дальнейшем, в тот же Бара-1, он, допустим, внёс резолюцию с обязательным изучением русского языка тоже, то есть, общегосударственный должен русский язык. Вообще, в качестве вот, надо сказать, что у нас как бы такие жупелы, такие вот какие-то ярлыки вешали там нацмены, националисты и так далее, но вот даже взять, вот я процитирую, допустим, того же Жамцарану, вот он пишет, ещё в период Первой русской революции, вот цитата, «Для нас, верующих в свой народ, возможность культурного возрождения всех монголов, в скобках, а не политического и шовинистического панмонголизма. Иркутские буряты – это малая толика всего четырёхмиллионного монгольского народа, и есть только одна из тысячи точек приложения силы для проведения своих идей. Буряты все – забайкальские и севербайкальские – только авангард, а может стать и арешгардом просыпающихся монголов. И со стороны России и русского народа должна идти демократическая волна к монголам, ибо у русского народа нет того презрительного, высокомерного отношения к инородцам, какой замечается у других народов Европы и Америки. Только у русского народа, а не его правительство, мы видим широкую терпимость другим народам». То есть, вот такое отношение, очень выверенное, грамотное, дружелюбное, действительно. Это, ну, я поэтому и говорю всех, и слушателей, и так далее, ну, надо читать, конечно, в подлиннике все вот сочинения и так далее, потому что, о чём бы мы ни говорили, вот эти все жупелы, все эти какие-то политические вот это, вся эта трескотня одно время была, там, националисты, ещё что-то, надо просто вот какую-то понять сложность вот этих процессов. Да, были и такие вещи неприемлемые для нас сейчас, может быть, да, но надо понимать просто исторический момент. Вот принцип историзма, я всегда говорю. И, значит, у нас, значит, ещё один момент, да, создавался, значит, выше, вообще вот в принципе в результате всех этих съездов и так далее была выработана позиция, что должна быть создана, созданы такие условия, которые бы снова вернули вот, ну, вот это, опять же, вот по поводу съезда того вот. В общем-то, он съезд под аккомпанемент стародунцев прошёл вот эти хоринские рода, да, что вернуться к этим, к уставу Спиранского 22-го года там и так далее, да, значит, применение телесного наказания запрещалось навсегда, уже вот впервые, потому что на самом деле были телесные наказания, то есть, пожалуйста, внутренний бурятский суд, там, что-то он там натворил, палками его, столько-то палок, ну, теперь запрещалось. Приговоры только на основании вердикта присяжных заседателей, то есть, вот какой уже был на самом деле прогресс. И особая национальная территория должна быть выделена после решения учредительного собрания, вот это было важно. И национальный герб тоже, то есть, они уже хотели герб тогда уже, да, может быть, Саэмбы там какой-то, в какой-то там, я не знаю, но нет, решили, давайте, вот, сделаем после этого, то есть, поэтому высшим органом съезд между съездами Бурнацком, или он назывался Центральный национальный комитет, вот, и, значит, в конце концов, в общем, еще раз скажу, что Временная правительство не поддержало все это дело, и вообще даже такие обидные какие-то резолюции там писали, вот, на это, что они там хотят-то на жизнь, вот. И, значит, потом прошел очень интересный съезд второго, второй съезд, общебурятский съезд, это 10-го, 15-го или 17-го в Гусанозерском Дацане, где было принято очень тоже важное решение о земстве среди бурят, вот, и в конце концов, вот это земство, земство среди бурят, конечно, это тоже вот это решение сыграло большую роль, но это тоже огромный такой шаг вперед, то есть решительно отвергли, вот эти решительно отвергли предложение о восстановлении вот этих старых дум, да? Каких-то национальных структур самоуправляемых, да? Не, вот пусть это национальная структура, но она должна быть уже в виде земства, уже со своими... Ну, то есть уже, да, единообразное управление по всей стране, грубо говоря. Да, и это, на самом деле, было, ну, действительно, соответствовало буржуазному подходу, по буржуазному ходу развития, да, не какому-то... Потому что все-таки те думы, это оттуда, из какого-то феодализма еще, ну, это... Ну, такая вещь в себе, да, что-то там происходит, да, но и как бы, да, сложно. С одной стороны, с точки зрения, наверное, национальной культурной автономии хорошо, но с точки зрения... И вот еще хочется сказать, что действительно была прямая демократия, вот этот 119 вот этих делегатов, 119 делегатов Хоринского, съезда от 11, да, родов Хоринских бурят, избирали, знаешь, сколько? 52 тысячи избирателей, 52 тысячи. Серьезно? Да. А, и приняли решение по поводу религии еще, что избирается всеми буддистами, избирается Хамбулама, то есть на основе прямого равного и прямого чуть лица. Всеми прям. Всеми буддистами, вот именно буддистами было такое принято решение. Значит, ну, и, конечно, ликвидация местных органов царского власти, это уже мы говорили, да. Преподавание в школах на родном языке, организация учительских семинарий, и тоже очень важно, приняли решение запретить платить ИСАК, ну, как раньше в кабинетной земле, царя уже не было, а ИСАК продолжал идти. Сказали, все, мы ИСАК прекращаем туда платить, но ИСАК будет, но он пойдет на цели национально-культурного строительства, на школы, на культурное образование, на стипендии нашим ученикам, на лечебницы местной и так далее. Да, и, значит, кстати, вот и еще очень интересное тоже, когда они, вот этот гусенозерский съезд был, да, я посмотрел, то есть там было тоже такое половичное решение. С одной стороны, религия, значит, в наказах выработанных средствах является частным делом каждого гражданина, а в основных госзаконах должна быть гарантирована у всех граждан полная свобода исповедания религиозных убеждений. То есть очень тоже такая прогрессивная мера. Второе. Число духовных лиц и способа их содержания определяется религиозными общимыми на основании всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Третье. Все дети школьного возраста обоих полов должны пройти четырехгодичную светскую школу с обучением на родном языке, и лишь после ее окончания могут стать хуараками, ну, или уйти дальше в образование, или в светскую, а до этого никаких хуараков. Пока ты не окончишь школу светскую, вот ты должен вот так. И датсанам было предоставлено право устраивать духовные школы следующих типов. Вот смотри, школа философии Чойра с 20-летним курсом с обязательным преподаванием монгольского языка. То есть, 20 лет, чтобы ты должен... Второе. Школа Джуд – 15 лет. Школа Дуинхор – 9 лет. Медицинская школа, ну, то есть, это тибетская медицина, 10 лет. Школа математики и астрологии Зурхай с астрологическим отделом Янгир – 7 лет. Школа санскритской и тибетской филологии – 6 лет. А самое интересное, 20 лет Чойра, да? Ну, вообще, то есть, век живи, век учись. Да, да, ну, философия, да, треугольный камень такой, основа. И вот, как я уже сказал, во главе буддийского духовенства должен стать бандидох Амбалама на 5 лет не срок, который сбирался, на 5 лет, как президент, на состоянии всеобщего, равного прямого тайного голосования всеми буддистами, проживающими в Восточной Сибири. Даже сейчас такого нет. Да, вот и... Состоятелем избирается. Ну, вот видишь, какая система была. Таким образом, согласно решению Общенационального съезда религии, объявлялось частным делом каждого гражданина. Ну, это в русле вот этих февральских всех вот этих свобод и так далее, да? Дацаны должны были стать культурными центрами философские, медицинские, математические, астрологические, филологическими школами. И вот огромную роль, конечно, Агван Доржиев сыграл вот во всех этих предложениях. Вот этот просветитель наш, известная личность, собственно, мирового масштаба человек. И большую роль в организации национальной автономии сыграл еще третий общенациональный съезд бурят за Байкальской области, Иркутской губернии, который состоялся 8-го, 15-го октября в Верхневудинске. Вот в центре опять... Буквально накануне, да, Октябрьского привода. Накануне, да, накануне, да, в центре остро поставили вопрос об аймачной земстве. И вот Ренчино уже выступает тут с докладом выделения территориально обособленного аймачного земства. И указывал, аргументировал, что смешанное уездное земство, ему-то предлагали, давайте смешанное с русским на земле, он говорил, что нет, у нас тогда бурят не будет возможности оставить свои национальные интересы. Ну, вот так по факту вот, как это было. И, значит, в дальнейшем на съезде было решено учредить вот этот бурноцком с резиденцией в Чите, а в Иркутске, Иркутский национальный комитет. Ну, вот на этом, я думаю, мы сейчас подошли уже к, дальше уже к 2018 году. Да, Розан. Ну, вот. Ну, то есть уже, да, тут такая еще неопределенность и двоевластие в стране, да, ну и на этом фоне, да. Но, тем не менее, посмотри, какие организационные мероприятия, какие, сколько совещаний, сколько. Увидели, что открылось окно возможностей, самодержавие опало, да, и надо что-то действовать, потому что вопросы возникали, и тем более предыдущая реформа была признана, ну, такой неудачной, да. Ну, и самое главное, что без вот этих личностей, наверное, бы не было бы вот этого ничего. Потому что действительно плеяда вот гениальных был совершенно в политике, в чем-то еще людей. Ну, тем более, что очень были образованы. Ну, допустим, тот же Жамцарано. Ну, казалось бы, из толщи народа там человек, да, но он знал-то, по-моему, пять языков. Вот смотри, тибетский, русский, французский, немецкий, монгольский, бурятский, само собой, вместе с бурятским, с родным-то шесть. Да. Ну, то есть, при этом, конечно, вот забегая вперед, он уже отказался потом в том, так сказать, спектакле, который в свое время там Атаман Семенов решил создать вот это, так сказать, подмонгольское серединное государство, он же отказался от этого, ему прочие ли там постминистра иностранных дел, он отказался. А здесь он участвовал во всех этих процессах. Ну, мы потом отдельно еще поговорим. Обязательно. Их энергии хватило, да, и мощи хватило и на монгольское собственно государство, и на монгольскую революцию. Да, да, потому что это были ключевые и советники, и те люди, которые занимали, ведущие там, извините меня, эти посты там, участвовали в создании и монгольской армии, и монгольского образования, и, ну, в общем-то, всех сторон жизни. Паша, спасибо огромное, мы эту тему продолжим через две недели. Историк Краевета, автор статьи, посвященных событиям революции гражданской войны на территории современной Бурятии, Павел Кургузов, принимал участие в программе «Мнение», ввел передачу. Игорь Озеров, всего доброго, до свидания. Всего доброго.